ну что ребят ребятушки 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 опять выходные и снова природа природа карельского перешейка красота необыкновенная с ночевкой мы отдыхаем в этом прекрасном месте это у нас приозерский район недалеко от ладожского озера озеро гусиное называется а вот он я и евгений сергеевич собственной персоной не замерз не заболел все хорошо на природе чувствую себя шикарно он дышался свежим лесным воздухом сосновым таким кислорода содержащим все как следует в общем сегодня у нас какое 31 марта мы вчера закрывали сезон твердой воды собственно что мы сделали мы вышли на лед с зимними снастями проблема была номер один собственно преодолеть вот это вот расстояние между берегом и льдом который еще собственно достаточно толстый и такой прочный да так вот с этой проблемой я справился каким образом то есть мы отошли вот немного подальше от нашего места где у нас лагерь и сейчас я вам покажу где это было там рыбаки какие-то бросили бревнышки воду и в общем то по этим бревнышкам можно спокойно было ну в сапогах опять же я в сапогах в резиновых с этими чулками с меховыми даже там у меня две пары чулков в общем и в общем по этим бревнышкам спокойно можно было перейти на лед конечно же без происшествий не обошлось вчера потому что когда мы вчера решили поехать здесь недалеко там лесопилочка такая да в общем поляну леса под я так понимаю лэп да вот эти вот опоры лэп выпилили и в общем то этот лес он с такой в одном прекрасном месте недалеко от нас находится лежит там собственно можно было его там чуть-чуть подпилить на дрова ну и собственно мы вчера туда приехали во первых пока ехали мы застряли поехали на моей машине и начал я там пробивать собственно колею потому что до этой полянки с бревнами не было дороги пробитый ну собственно туда никто не ездил и приходилось заново ее прокладывать по рыхлому снегу и несколько раз в общем-то с разгона я заезжал выезжал и в итоге под застрял сел на брюхо пришлось вызывать серёгу серёга на своей машине приехал еще сходил точнее за машиной он был со мной сходил за машиной машину пригнал и меня собственно немножко дернул назад с места и я дальше сам выбрался то есть мы уже в этот раз гораздо подготовленнее чем в прошлый у нас было и есть собой несколько точнее три собственно длинных троса и все это дело нам помогло и спасло ну в общем пилили мы пилили мы деревья и моя прекрасная моя прекрасная аккумуляторная пила дружба не буду говорить от какой фирмы приказала долго жить собственно новая абсолютно пила буквально там два-три месяца и и видимо от перенагрузок или может быть я не знаю как это может быть бракованная история но собственно получилось так что сначала пошел какой-то непонятный запах после чего начала дымить в общем мы ее сразу же выключили но решили чтобы там собственно не заплавились какие-то там необходимые механизмы ну так периодически пока она остывает ее так на кнопку нажимать прокручивать но в итоге она так два-три раза сделала и вообще перестала включаться буду теперь обращаться по гарантии и собственно решать этот вопрос с этой пилой пила хорошая но почему-то вот после того как попилили достаточно активно этой пилой там буквально два бревна распилили то есть вот она наверное подустала видимо у нее есть какой-то запас прочности по распилки таких достаточно прочных толстых бревен и все-таки надо его соблюдать вот здесь вот я вчера переходил на лед вот по этим дощечкам вот таким образом но так вообще если честно здесь пройти уже невозможно без болотных сапогов ну выйти на лед можно то есть лед держит вот там у нас были лунки в то место мы прошли и закинули несколько удочек зимних на парыша на мотыля но безрезультативно делали мы это вечером в итоге серёга пошел проверить состояние разогревающейся бани и вот там в том месте провалился то есть он прыгал вот там и прыгнул на ту льдину которая собственно ушла под воду провалился по колено пошел сушиться я забрал через какое-то время свои снасти его снасти и тоже пришел к нему и мы начали делать самое главное как вы думаете что мы начали делать туристическую походную баню ребята баню прикиньте это при всем при том что мы сейчас находимся до северо-западе карельском перешейке в приозерском районе ленинградской области и здесь собственно еще не жарко сегодня ночью ну по крайней мере в 2 часа ночи я смотрел на в общем-то термометр до градусники увидел что температура плюс 3 было но мне кажется под утро она может быть даже и собственно опускалась до нуля потому что посмотрите да там вот это расстояние между берегом и и льдом до таким толстым там собственно покрылась корочка льда скорее всего был небольшой минус может быть на воде может быть вот там вот в лесу на снегу может конечно у костра у меня и не было минуса потому что я еще и что сделал я вообще уникальный человек я любитель всех этих туристических походов и в такой даже холодный период я собственно решил переночевать прямо у костра на моей новой фантастической раскладушки где у меня была с собой пенка собственно эту раскладушечку я пусть постелил пенку потом у меня был собой такой двух на два и есть он собственно до 2 на 2 такой коврик фольгированный ну отражающий для палатки на дно палатки стелить я его сложил в два слоя и собственно расстелил его так что снизу скажу вам честно не было не холодно вообще вот если говорить об основании на котором я спал то есть холодно не было значит дальше у меня там покрывала с собой я еще одно постелил вторым накрылся более того даже снял сапоги правда отделал еще одни вот эти вот теплые носки чуни или как их называют еще ну которые в сапоги вставляются у меня таких две пары я их отделал на свои термо носки сверху накрылся покрывал и а и кстати я когда на ночь решил укладываться я все-таки вот этот дух 2 на 2 метра коврик отражающий я его развернул и на одну половинку я лег постелил покрывала точнее на окна покрывала дальше я накрылся еще одним покрывалом и сверху накрылся этой фольгированной штукой и возле костра я вам скажу так что все было хорошо спалось замечательно тишина птички под утро запели соловей прилетел но единственное что замерзла когда уже костер по сути прогорел замерзла морда лица вот так я вам скажу морда лица замерзла я проснулся от я почувствовал что лицо у меня прям так подзадубило проснулся посмотрел на часы 7 утра то есть в два часа ночи мы только успокоились почему мы успокоились потому что мы до двух часов ночи разговаривали дышали свежим воздухом пили чаек ну а собственно где-то до часу ночи мы прозанимались постройкой бани и собственно парились в этой бане сейчас вам покажу какая у нас шикарная баня получилось в общем баня вообще действительно прямо прямо суперская посмотрите мы с собой взяли два рулона стрейч пленки плюс тут еще была старая пленка на месте вот в той яме то есть вообще она была как бы на этих вот стропилах старых да мы сорвали потому что она была в таком непригодном состоянии на вот мы убрали потом ее собственно взяли чтобы вот заткнуть вот эти щели внизу и наша стрейчевская пленка помогла нам замотать все вокруг конечно щели остались ну они на самом деле небольшие потому что у нас получилось очень хорошая печь из камня внутри часа вам покажу какая печь получилась печь просто уникальная смотрите внутри из красного кирпича снаружи вот из таких камней чем мы ее топили где-то часов наверное с пяти вечера разогревали и до собственно часов наверное 11 дверь она здесь прикрывалась такой вот местный какой-то картон очкой фанерочкой здесь она была вообще конечно здесь место оборудовано здесь видимо очень много людей отдыхает в сезон стол такой сделан лавки и костровище собственно с палками с рогатульными и там дальше вот сделан туалет очень даже неплохой приличный опять же вот из такого целлофана из пленки вот и что еще ну вот такой вот знак кто-то оставил виде купальника точнее верхней его части ну а в целом друзья очень классно первый раз я первый раз я своей жизни в такой походной туристической бане самодельный парился в общем в итоге мы протопили эти камни достали угли потом значит начали вот это все заворачивать потому что естественно камни нагревались они под открытой абсолютно площадкой то есть вокруг этой площадки не было ничего кроме как вот ну стоечки мы сделали поставили вот эти вот угловые потому что они были сделаны перекладинами сверху ну и две перекладины там перезакрепили сверху и по факту потом уже когда мы достали угли мы начали все это дело закручивать обматывать закрывать заклеивать чтобы но было максимально внутри комфортно после чего как мы все это сделали я принес ведро воды ледяной из озера гусиная сергей его вылил первый пар такой ну достаточно серьезный в плане того что с камней вся эта вот сажа гаря на вся это уходит поэтому когда первый пар нужно подождать не заходить а вот второй пар мы уже еще раз ведерко туда залили в общем он уже был такой достойный замечательный в общем-то мы прекрасным образом зашли погрелись попарились и в общем и целом очень довольны этим мероприятием все получилось ребятушки все хорошо все замечательно несмотря на то что да опять в очередной раз на этом же озере на озере гусиным не поймали ни хвоста ни чешуи мы отдохнули вчера пожарили мясо шашлычок в общем полетали с квадрокоптером поснимали сейчас вот я поснимал с гоупрохой вам рассказал все что произошло вчера и сегодня и происходит дальше ну и всем желаю собственно отличного дня прекрасного настроения здоровья счастья и любви держим связь с вами был я евгений бельский постоянный путешественник страховщик и любитель готовить разные блюда